Я приветствую всех зрителей Первого канала Бизнеса. В эфире программа «Окно в бизнес». Сегодня поговорим об искусстве, о прекрасном. У нас в гостях руководитель Центра обучения игры на фортепиано Анжела Павлова. Анжела, здравствуйте. Добрый день. Анжела Павлова автор уникального курса игры на фортепиано. Она студентка Московской консерватерии у ряд всероссийских и международных конкурсов. Однако в один момент отказалась от больших выступлений, почувствовав, что играет не так хорошо, как могла бы. Это заставило Анжелу создать собственную эффективную систему обучения, которая теперь позволяет любому желающему овладеть грамотной, виртуозной и осознанной игрой на фортепиано. В центре PianoWell проходит обучение как новички, так и профессиональные пианисты и педагоги. Анжела, а что, правда человек, который, например, вообще до этого видел фортепиано только по телевизору, может прийти к вам в центр и через какое-то время фуги Баха начать там исполнять? Ну, в основном, эта система, она создавалась в первую очередь для профессиональных пианистов, чтобы решать их проблемы, которых на данный момент очень много. Но я также сделала еще базовый курс для того, чтобы новички с нуля также могли обладать этой системой. И, в принципе, я считаю, для любителей это тоже очень эффективно, так как они не тратят много времени на ненужные вещи, которые результаты не приносят. А какие могут быть ненужные вещи вот в обучении грибов? Я думаю, что без сольфеджио там делать нечего. Ну, вообще, вы знаете, вот, на самом деле, не только у любителей, но и у профессионалов эта же проблема стоит, что развивается в первую очередь мышечная память, техника, делать упор на это, да? Плюс педагоги еще корректируют, чтобы, ну, произведение звучало красиво, как бы они это сыграли. Вот они также учат ученика, чтобы он так же сделал. Хотя, на самом деле, музыкальность – это в первую очередь развитие внутреннего слуха. То есть, прежде чем что-либо сыграть, сделать на это второе место, должен это представить. У человека есть внутренний слух, у него есть разные аспекты. Тембровый слух, интонационный, гармонический, динамический, архитектонический. Почти никто этим не занимается, даже профессиональные педагоги. Вот. И, возвращаясь к вашему вопросу, о любителе, да, вы начали говорить, что человек может… Да, он может, естественно, понадобиться какое-то количество времени, но все равно это будет быстрее… Ну, не собачиваюсь, я имею в виду, не собачиваюсь научиться сыграть, а вот хотя бы что-то какое-то… Естественно, это будет быстрее и эффективнее, нежели, если они будут обучаться по принятой системе звуча у нотки, и учишь, грубо говоря, куда нажать. Нет, ну, мне кажется, если у человека, например, есть слух, то, немножко включив логику, услышав какую-нибудь мелодию, ну, скажем, простую, да, там, не знаю, гимн, вот, все равно же можно как-то там, даже не зная клавиш названия, там, дурами фасоли, как-то подобрать, да, даже не зная, мне кажется, может быть. Это вот эти самые зачатки внутреннего слуха, то есть это чисто по интуиции вы делаете. Если вы это все развиваете, да, то потом вы уже можете не только подобрать, но уже услышать, куда гармония идет, на какой интервал мелодии идет, и все это слепить. Даже можете музыку сочинять, можете там начать импровизировать, что хотите, но все это идет на базе раз этого внутреннего слуха, на что я делаю большой акцент. Кроме этого, еще важно не только правильно представлять, но еще и исполнять. То есть, ну, существует мнение, что, что всегда ждает как, да, но это опять чисто интуитивно не всегда совпадает. Нужно знать, какими приемами тебе реализовать то, что ты представил. Ну, это как язык, то есть, ну, вы хотите, допустим, купить машину, да, и вы должны хотя бы сказать, я хочу купить машину, да, вот, то есть вам нужен язык, то есть для того, чтобы правильно материализовать ваши мысли. Ну, это знать там одна восьмая, одна шестнадцатая, вот эти все, да, моменты? Ну, грубо говоря, а на более высоком уровне, вот, знать то, как ты представил музыкальное средство выразительности, и знать через что, через какие движения правильно передать. Потому что если ты представил правильно, но не передал, ну, грубо говоря, да, представил, но не передал, то энергия не пройдет, у тебя только останется все внутренне, никто, слушатель, это не услышит. А с нот учите читать? Ну, это не стих. Потому что вот это же большая, с листа я имею в виду, что это реально большая проблема, потому что вот, ну, видишь ноты, вроде бы понимаешь, да, там, вот здесь такое, там, секунды, эти кварцеты, аккорды, все. А сыграть не получается просто потому, что вот, ну, нету, не знаю, внутреннего этого, как это называется, не манометр, а, ну, метроном, вот, метроном. Внутреннего метронома нет, и поэтому не получается исполнить мелодию в том виде, в каком вот она действительно была задумана композитором и записана. Ну, во-первых, нужна практика, во-вторых, опять-таки, развивая вот это прислышание, то есть когда вы видите ноты, и вы слышите это сразу, не прикасаясь к инструменту, это тоже развивает быстроту чтения с листа и вообще игры по ноты. Ну, это каким-то образом у вас вот в методике тоже заложено? Ну, да. Но конкретный акцент на это я не делаю, ни на сочинение, ни на импровизацию, ни на читку с листа, то есть это идет как следствие, а паза это вот через, через игру просто. То есть, как бы развить технику? Да, в том числе, правильно звукозвучение. Ну, хорошо, давайте мы еще с вами вернемся к вот таким вопросам, касающимся вашей методики, давайте поговорим о том, как ваш центр образовался, когда появилась мысль, откуда вдруг появилось это желание создать такой центр. Ну, вообще, изначально, лет в 13 у меня появилась потребность научиться правильно играть. То есть меня никто из моих огромных коллегов, педагогов, не мог обучить так, чтобы я играла и чувствовала удовольствие. То есть у меня никаких зажимов не было, и чтобы чувствовала удовлетворение после игры. Я решила обучить себя сама, да? То есть я ходила к разным педагогам, записывала это все потом в своих тетрадках передумывала, создавала систему, экспериментировала, и вот в течение 10 лет я ее создала. Когда я это сделала, начала играть, я увидела, сколько вокруг учеников страдает от того, что у меня было в свое время. И мне очень хотелось всех научить, так? Я начала это все делать таким очень неэффективным способом. Одного позову, второго позову. Репетиторство такое своеобразие. Да, оно совсем неорганизованное. И проблема была в том, что это было неэффективно в том плане, что мало людей узнавали обо мне, узнавали об этой системе. Поэтому вот этот бизнес, собственно, это такая естественная форма для того, чтобы о тебе узнали как можно больше людей, чтобы ты как можно большим людям смог помочь. Я больше всего вот это хочу, чтобы как можно больше людей узнали, и я бы им смогла помочь. Поэтому после вот такого репетиторства появилась страничка года три назад, там я вкратце описывала свою систему. После этого я создала фильм два года назад, был двухчасовой фильм обучающий. Было очень интересно, особенно он понравился педагогам. Даже? Да. Потом мастер-класс я провела открытый. И я, собственно, пришла к тому, что нужно написать учебники. Потому что учебники – это самая эффективная книга для того, чтобы обучаться. А разве не самая эффективная, вот именно с педагогом рядом? Да, но я хочу помогать не только москвичам, а если кто-то живет в других городах. Мало того, сейчас мы это все, вот эти три книги и тетрадки, мы это переводим на английский язык.